Всем огромнейший привет из Ялты и добро пожаловать в мой блог. Всем доброе-доброе утро. Всем хорошего начала дня, позитива и настроения. Как солнечно, как ярко. Аж ослепило меня. Выйди сюда. Сегодня будет тоже жарко. Сегодня еще, мне кажется, ветерок. А если ветерок, то, скорее всего, будут волны. Ну, не знаю, посмотрим. Мы-то наверху находимся. Здесь же такой подъем. И гора, и петли. Поэтому здесь может быть ветерок, а там может быть потише. Все очень непредсказуемо. Мы сейчас готовим завтрак. Собираемся завтракать. Мамы с Настей спят. Не вставали еще. Так что бельгишко надо снимать. И смотреть на море. Любоваться морем, да? Красота. Как красиво. Что у нас на завтрак варится? Каша. Дети бастуют, а что делать? Дети бастуют, а что делать? Каша это вообще круто. Вот это вкусная каша по утрам. Так что еще салат у нас. Омлет-то будем делать? Мне кажется, это на лучшее. Как бы я тут уже делаю. Сейчас же у нас на дороге. Вот здесь помидоры, огурцы. Зелень надо посолить и добавить. На утрам пьем. Вот щавка вишнево-гранатовое железо с коллагеном. Со 40 минут примерно до еды. Ну, как там получается? 30-40 минут еды. Развожу в воде. И такой получается вкусный, приятный напиток. И выпиваю его. Ссылочки все на компанию Тинады. Оставляю. Там много всего интересного для здоровья. Ну что, развожу и пьем вот такого оттенка вишнево-гранатовое жилетко. Хорошо смешивается с водой. И получается единая консистенция жидкости. Устала, говорит, шеф-повара уволили. Потому что она-то спит. Я говорю. А, Максим говорит, шеф-повар вчера на танцах перетанцевал. Мы вчера ходили на танцы. Мисс Хор в санаторий. Ну все. И шеф-повар наш спал. Мы еще шеф-повара-то ей не успели посвятить, да? Она еще не аглематизировалась. Она еще не аглематизировалась. Ничего ей вообще еще не готовила. Она уже проспала сегодня. Завтрак, наверное, планировала сегодня завтрак. А что она будет готовить? Ну, потому что никогда так рано не вставали. Мы в 6-6 просыпаемся. А-а-а. Ну да. А если вставать позже, то приходишь, там вообще такая жара уже на пляже. А, ладно. Ксения, задумал? Что ты задумал? А что ты не хочешь вместе с косточками сделать? Вот еще. Ксения, задумал. Не надо. Скоро летку, что ли, брать? Да. Жара такая. Вообще невозможно. Должен спеть. Мы, к сожалению, на балкон ушли, да? На балкон лучше было? Отлично. Вообще шикарно. Я же не спалку. Там Илья пришел. Говорит, мам, я с ними там не могу. Там, говорит, вообще троишь. Вот так вот. Все привыкли. Каждый в своей комнате. Каждый по отдельности. Каждый в своей квартире. А тут все вместе. И вообще. Точно. Еще и звуки разные. С ванной там. Ой, жара вообще невозможно. Вот сделали. Кашу накладываем. Сейчас буду кофе наливать. И будем завтракать. Настя так еще и не стало. Мы-то что-то... А, ухажив. Пусть, наверное. А, ухажив. Да, а то горячее будет. Максим, тебе целое? Такую, да? Можем туда поставить. Да. Хороший. Максим будет только... Взрослые решили завтракать без детей. Потому что не дождаться. Не дождаться. Уже каша остывает. Кофе замораживается. Поэтому будем завтракать. На что уже приду? Что вам уже останется? Как хотите. Можете не приходить. Нам больше достать. У мамы вообще столько витамин, банок разных. У меня одна. Вот. Это каши по Владу навалили. Каши навалили по Владу? Надо поменяться. Поменяйся. Сарюшкой. Ах, ты думаешь, у него меньше? Мне кажется, это тоже самое. Просто тарелка маленькая. Смотри. Нет, мне кажется, я все равно. Пусть ест больше. Раз поздно пришел. Вот я так тоже считаю. Ему надо больше. А ему надо больше. Ну что, сегодня пошли на пляж. Ой. Спасибо. Другим маршрутом. Ой, женщина упала. Представляешь? Я запнулась, а она совсем упала. Вообще, бедненькая. Прям. Идала, да? На колени упала. Но вообще, вот. В общем, одновременно у нас произошло какое-то событие. Да? Поздно. В общем, через танаториум Искор. Здесь мы вчера были на танцах. Вот на программу мы опоздали. Поздновато пришли, да? А на танце мы прям успели. Потанцевали неожиданно. В общем, день рождения 2.0. Отметили отлично. Вот. Сейчас мы зашли в магазин еще в овощной там. Купили черешни. Я налила кофе. Сахар добавила уже. А то они не пьют. Говорят, крепкий, не сладкий. Волока не добавляла. Кружечки взяла. Воды налила. В общем, миску взяла, где там черешню помыть. В общем, черешню сейчас намоем. Красота. Я сегодня с котиками. Котиками и с пчелками. Только пошли другим маршрутом, где ты хотела сфотографироваться. Там не сфотографируешься. А я в другой этахе. Какого? Женя. А эти приехали с котиками. А что такое ветер? Ох, ой. Там вообще ветра. Ой. Ох. Вам слышно? Или вас тоже сдуло? А сейчас сейчас. А вот здесь не видишь. Качка. И бушует ура-дан. Приходи ко мне, морячка. Я любовь тебе отдам. А тут лавочки покрасили? Да. И лент натянули. Ленточки натянули. Чтобы никто не сел. Молодцы. А Илья сел. Молодец. Молодец. Краска. Она как всегда бывает. Не всегда прослушка. А что? Не знаю, для кого ленточки натянули. Потому что лавочки покрасили. Действительно? Щелкни меня. Для кого вот? Для самых умных. Да, да, да. Ага. А там же в жизни как-то. Что-то, что-то. Покажи, как ты там делал. О-о-о. Мить-мить. Знаете, такое в Турции? Мить-мить. Оп-та, выросла. Есть уже за что мить-мить делать. Оп-та, видела уж такая? Не то, что была. Вот такая. Уже за 15 лет-то. Ох! Какая. Вот, вот такие цветы красивые. Девушка с кругом, вы куда? Что, щелкнуть? Щелкнуть. Щелкнуть? Где? Полку. Ну, я вот тут где истану, где ищелок. Полку баба хочет щелкнуть? Ну, зачем? Затем так? О, блин. Где спотыкаются сегодня? Что такое? Да пусть меня. Девушка с кругом. Пошлите. Смотрите, с другой стороны. Там. Как штурвал. Все, пойдем. Пошли. Жаль, что эти фонтанчики все выключены. А то было бы очень-очень круто. Мне кажется, в них бы лазили и не вылезали бы из этих фонтанчиков. Сделали много красивых фоточек. Мальчишки уже ушли. Не стали нас дожидаться. Пока их там дождешься. Все забрали? Пока их там дождешься. Все, море закончится, да? Ой, как хорошо в тени. Все, пойдем по парку. Воздухом подышим. Воздухом подышим. Туда. Так, прикольно. Так дышится, да? Хорошо. Такие. Ингаляции. Ингаляции. Правда? Не жарко. Вообще. Погода здесь уговодилась. А там, когда мы были, прям зашли. Прям порыв такой был сильный. Там наверху, дети. Штармовой. Пахнет так, да? Что, сушь? Вообще. Чем-то таким еловым. Еловая, сосновая. Вольная или деревья. Вольная, да. И вот что-то такое. Шум воды льется с горы, где мы спускаемся мимо ступенек. Вот этот вот ручей. И он сюда вот прямо течет. Море птицы как поют. Релак для души. Надо здесь ходить. Чем мимо? Обратно. Там? С астрадой? Ну, там, я хочу подушевать. Потому что специально мы по парку не гуляем. Пока вечером. Ну, да. А вечером парк абсолютно не освещается. Теми просто. Глаз выкали. Ааа. Ни одного фонаря. Вот. Все ходят, телефон они светит. И можно видно в отдалении. А есть еще попадаются люди, кто без фонариков. И оп. И он идет. На ощупь. На ощупь, я не знаю, идет. Здесь вот детский пляж. Детский пляж. Убрали? Навес? Нет, вон они навесы. Так. Входа нет. Все покрасили. Нас предлагает покататься, угнать машинку. Настя будет за рулем. Я где-то сзади. Мы вроде пассажир. А, мы вроде пассажир. Весна нас носила. Деньшую поднишку спешку. Чтобы вода не шла. Когда дожди были. У нас сегодня вот долгая дорога до моря. Я предложила всем прогуляться. Все были за. Все были за, но это самое долгое. Это лавровое, наверное, дерево? Нет, вот там есть прям лаврушка. А может быть, это тоже. Потому что пахнет. Да. Нет, там у лаврушки поменьше листики. Повыше немножко в парке туда. Там есть. Доброе утро, море. Как ты тут? Отлично. Я уж думала, тут такие волны. Да нет. Все очень даже хорошо. Пляж наполовину полон. И это радость. Она вообще клевая. Буду, открой, пожалуйста. Доброе утро. Давай. Как вкусно. Сейчас черешню с кофе. Как вкусно. Можно я сфоткую так же? Можно. Жизнь удалась. И сахар вне ложечки. Чуть-чуть тебе ложечки. Вкуснее? А мне? Ты же вечно отказываешься. Это женщина. Да фотосессия у тебя. Супер. Ой, вообще. Так и буду ходить. Вешаю черешню на уши профессионально. А здесь вот так. Да ты чём? Это хороший поговорчик. Видишь, как красиво онаится? Слышала, что она сказала? Нет. Вешаю черешню на уши профессионально. Вместо лапши на уши, черешню на уши профессионально. Вот это жизнь. Мы здесь вышли в углу. И как она? Это палатик. Ну что, только что. Настя, пришли с магазина. Мы пошли в магазин. Мама с Максимом, с Ильёной пошли домой. Потому что тут что-то варганит. Мы тут кое-что купили. Что-то кое-что взяли. Произведено в Крыму. Крымская ферма. Майонез Провансаль. Смотрим, что ещё всё. Такой вот майонез. Такой был тут в ларёчке. Потом ещё взяли масло сливочное традиционное. Там два рядышка в ларёчке. Стоят в одном там такое. Подаётся вот молочка, да всё такое. А в другом хлебное. Взяли вот такую булочку в киви. А потом вот такой вот какой-то серый хлеб. И сырный взяли. То, что сегодняшнее было. И вот такой вот сырный сегодняшний слёд. Что у вас тут будет? Салат, смотрю, будет. Начало. Пицца будет. Макароны. Там что? Суп гретье. О, красота. А это что такое? А это что такое? Это загадка для телезрителей. Загадка для телезрителей? Обгадайте, что это такое будет? Ну, наверное, этим ты будешь заливать. Ну, наверное. Макароны. Ты отгадала, да, все. Да? Кто там мамкает? Там хлопает дверь от сквозника. И он меня зовёт на помощь. Не знаю. Ешь, давай, ешь, мам. Ешь. Сейчас, посадим, мать. О, как вкусно. Ты всё фуар готовил? Я. Молодец. Смотрите, какая красотища получилась. Сейчас чай вы не пить с вкусной, бедесной. Ой, какая красота. Как на балкончике свежо. В квартире прям вообще духота, конечно. Жарко. Красота. Жара, конечно, сильно изматывает вообще. То ли я с ним перегрелась, то ли что. Что такое ощущение. Прям вообще трэш. Значит, чайку с пиццей. И будет отлично. Здесь на балконе хорошо, правда же? А в комнате вообще душно. Ну, просто, просто душно. Тут так хорошо. Пошла резать пиццу. На пять частей. Дали мне задание. Нарезать пиццу на пять частей. Мама говорит, вы что сюда спать приехали, что ли? Свежая картошечка. Красота. Здесь я беру свежую картошечку. Ммм, как вкусно пахнет. Я хоть в чувство пришла после этой жары? Ммм, Настя тоже спит. Далее того, что она ходила, ходила уже здесь. Так, какая. Прохладненько, хорошо. В комнате, конечно, просто даже распарила и разжарила. И смарила. Это точно. До дома просто нас смарила. От этой жары. А вот до вышла на балкон есть, то намного лучше. Ммм, Настя заснула. Дождалась, пока там спала. Первый раз. Не он. Со все это время вообще. Вечерняя конференция. Все в сборе. Еще не все. А еще не все пришли? Нет, не все пришли. Сколько? 16, если все придут. А один спит там около подъезда. Видели только что. И еще два тут. 16 штук. Не все в сборе. Один около подъезда. Тот кот, которого в прошлом году дети прям затискали. В этом году тоже. Зовут его обезьянкой. Они. Мои там. Максима, что это ты с лифчиками? Одна справа с вами. Ань, на. У меня большая сумка. Что-то мужчина у вас лифчик в сумке. Я как баба Маша с сынкой еду в машину. А что мужчина у вас лифчик в сумке? Чей он? Маш, кем вы дома? Ну, пойди мой. Чей же сумка моя? Потому что мой на мне, значит, это ваш. Мой не на мне пока. На пляжу перейдем. Я пока про котов рассказывала. У вас тут что-то интересное произошло. Смотрю лифчик из сумки выпадает. Тот чей, господи. Пальчик? Ну, у вас же сумка не закрывается. Сверху лифчик торчит. Пошел на пляж. А там у тебя еще панамка класть. Да, панамка. Мужик на пляж идет. Вот и лифчик торчит из этого. Вот это номер, я понимаю. Ну, что я тебе хочу сказать. Участь такая. Девок много, лифчиков тоже. Что делать? А что, собственно, и появляется. Ну, даем поносить иногда. Да, а что? Не пропадать же добру. Тут раз с удовольствием мой топик поносил. А тут тоже. Вот так вот. Призадержалась с кошками, пока была на конференции. Уточняла, сколько их в этом году. Тут такое. Вот так вот. Самое главное, ничего не пропустить. Ой, а что это такое интересное? Вы видели? Не знаю там что. Такое что-то интересное тут. В общем, с утра мы шли по парку. Собака эта под нами. Которая... Которая гавкает. Которая гавкает, когда вниз смотрит с балкона. Так, о чем я вам рассказывала? Не было. Так, тут у нас... Кому жилье надо снять? Мы можем увезти, точку дать. Это вот сюда. И вот это в том числе. Хорошо, это все на... Первая линия жилья. На этот уголок, кому жилье. Вот. Так, что еще у нас? Господи, какая сумка? Аутфит-то она не подходит. Я не успеваю. Я начинаю про одно рассказывать. Второе приключается тут же по дороге. Тут уже третье сразу. И вообще ничего не успеть. Хоть надо было у этой урин спросить. Ну ладно. Сколько мне интересно цена жили. Вот, ну что. И я забыла, что хотела вам рассказать. Ну, это простительно. Я же на отдыхе. Поэтому память оставила дома, да? Вспомнила, что я вам хотела сказать. Не вам, а им. А, да. Значит, пошли мы с утра через парк. Мама так говорила. Ой, так классно. Воздухом подышим, да? В конечном итоге путь оказался такой долгий и жаркий. И длинный. И мы пришли такие разоморенные на пляж и уставшие. Нагрелись, чтобы воду было заходить очень холодно. Мамфлан, нет. Такой путь не очень, да? Не понравился. Потом, мне кажется, могла выйти оттуда. Потом, ой, как хорошо. Все, не буду выходить вообще. Потом уже меня уговаривала, чтобы я туда заходила. Говорит, ой, такая вода. Как парное молоко. Я говорю, верю, верю. Стою в ней, ощущаю, что она ледяная. Говорю, ну где же это парное молоко-то? Вот так вот. Так что теперь пошли. Кто-то по мне поползет. Пошли коротким путем, значит. Вчера на вечеринке. Вчера на вечеринке. На этих танцах. Что там, парень там был чудной, один чудил. Девушек прям так выбирал. Настя в Илюхов цепилась. Да, ну да, тот, ладно, с дамой был. Он сам-то тоже местный. Понятно было. А этот пошел выбирать. Короче, там парочка была такая чудили. И с ними был третий. А ему танцевать там было не с кем. В общем, мы-то танцевали, а Настя с Ильей там сидели, там ступеньками, значит, у мисхоре. Но это, и он такой. Но они явно были под чем-то прям. Даже не под градусом, а под чем-то прям серьезным. Закуморим. Ну, наверное, так мам называют, да. И он такой, значит, тут медленный танец. Диджей, конечно, отстой. Просто отстой. Это отдельная тема разговора. Максима попросил, там можно по заказу. Ну, если за определенную там сумму денег, то, в общем-то, все можно. А так, типа, он будет ставить пенсионерский этот... Кипертаз. Да, только пенсионеров-то нет, понимаете, в чем дело. Ну, в общем, ну и тут медленный танец. Там все так сидят ярусами. Ярус первый, там второй и третий. И он такой, встал такой на сцену. Вам не показать. И такой, идет такой по краю, прям пальцем вот так ведет. И выбирает себе, значит, так. Проходит, а мои, значит, в краешку сидят. Настя Волье вот так вцепилась. А он такой дошел такой до Насти такой. Смотрит, что она в парне такая вцепилась. И он вроде пошел по второму. Представляете, поднялся на второй ряд. И пошел такой вот, смотри, смотри. Ну, все просто шоу. Это просто было шоу. Ну, зачем надо вот это? Вчера. Слава живо? И такой, прошел второй ряд. Я думаю, что на третий ряд пойдет? Вот, он несколько раз так это делал, во-первых. Да. Я даже отворачивалась, думаю, чтобы он на меня не останавливался. Даже никак не привлекательный момент. Я вообще к этому отношения не имею. А я говорю, баб, если он сейчас на тебя остановится, я тебя не пущу. Ой, это что-то с чем-то, в общем, было. У него одни шаровары были, что стоили. Шаровары такие, как у Аладдина. И сам такой. А шлепки были еще круче. У него пальцы выходили за шлепки, и они были на асфальте. Это надо видеть. Вот это не описать. Вы, может быть, и видео там увидите. А я не знаю, я его оставила, не оставила все-таки. Это вообще... Ну, они трое были, просто выделялись из всей толпы. Поэтому все на них просто уже как театр смотрели. А остальные все были с комплексами. На фоне них. Ну, которые сидели тебе вообще с комплексами. Там густок. Они даже не выходили танцевать. Ой, это что-то с чем-то. А это без комплексов. Вообще. Вообще и на руку и подбрасывали там этот пальчик. Как он ее на руках таскал мне. Ой, это вообще прикол, короче. Кружил, целовались они там. Да. В общем, это... Ну, дали это... Хору всем, короче. Показали, как надо отдыхать. Да, короче, да. Вот у них отдых просто. Самое главное, чтобы они его помнили, как они отдыхали. Нет, но я думаю, что они вообще ничего не помнили. Как они себя велись, тем более. Вели, не приставали, но угарно. Да, они никому вообще даже не приставали. Но потанцевать он хотел с дамой. Подходил к этой паре. Видать, спрашивал у парня, да, и мне. Тот такой, типа, нет. Я сам буду с ней. Ее поделить. Я думаю, хорошо, что не подрались. Ой, это да. Хорошо, что дело закончилось этим, да, мирно. Ну, в общем, мы вчера тоже протрясли немножко жирок. Я говорю, Максимыч, это давно мы с тобой на танцах не были, с марта месяца. Вот, как из санатория уехали. Прошли там апгрейд санатории. Вот, танцы это тоже были лечебные. Ну, вот теперь вчера тоже ходили в санаторий. Время с хорной лечебные танцы. Вот. Так что отлично провели время. Подписывайся. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...